Здравствуйте, дорогие студенты! С вами сегодня Турсунова Иннабад Меркамиловна, старший преподаватель межфакультетской кафедры русского языка факультета зарубежной филологии. Сегодня мы изучаем язык специальности. Тема нашего занятия – характеристика предмета по его свойствам, естественно-научный профиль. Для описания свойства предмета используется конструкция. Что обладает чем? Свойством, прочностью, пластичностью. Жидкий воздух обладает слабыми магнитными свойствами. Все твердые тела обладают упругостью и пластичностью. Жидкости и газы обладают текучестью. Запомните наиболее употребительные словосочетания с глаголом «обладать», характерные для научного стиля речи. Обладает чем? Прочностью, твердостью, упругостью, эластичностью, пластичностью, чувствительностью, химической стойкостью, устойчивостью, термостойкостью, электропроводностью, теплопроводностью, сверхпроводимостью. Обратите внимание на словообразование существительных, вступающих в сочетание с глаголом «обладать». Прочный – прочность, чедамлилик. Упругий – упругость, тараньлик. Эластичный – пластичность, эгюлюмчанлик. Чувствительный – чувствительность, сезумчанлик. Эластичный – эластичность, эластиклик. Стойкий – стойкость, чедамлилик. Устойчивый – устойчивость, чедамлилик. Суффикс «ость» – очень распространенный суффикс существительных со значением свойств. Все слова с суффиксом «ость» женского рода. Обратите внимание на выделенные прилагательные, обозначающие степень качества. Поверхностный слой Луны обладает низкой теплопроводностью. Счетчики ионизирующих излучений обладают высокой чувствительностью. Сплавы Германии со многими металлами обладают повышенной устойчивостью к окислению. Стекло, содержащее редкоземельные элементы, обладает необыкновенными абсорбирующими свойствами. Земля обладает меньшей отражательной способностью, чем снег. Ситал – кристаллическое стекло – обладает исключительной прочностью и химической стойкостью. Органы чувств обладают известной гибкостью, которую физиологи называют адаптацией. Обратите внимание, конструкция с глаголом «обладать» обычно употребляется для описания положительных свойств предмета. Для описания отрицательных свойств предмета в научной литературе обычно употребляется конструкция с глаголом «иметь». Сравните. По сравнению с электронной лампой транзисторы обладают рядом преимуществ. Титан имеет один существенный недостаток – это высокая стоимость. Для характеристики специфических ярко выраженных свойств предмета употребляется конструкция с глаголом «отличаться чем». Например, алмаз отличается необычной твердостью и ярким блеском. Аппаратура космической ракеты отличается чрезвычайно большой сложностью. Конструкции с глаголами «обладать» и «отличаться» имеют более книжный характер, чем конструкции типа «у кого есть что». А теперь постарайтесь ответить на вопросы, используя конструкции с глаголом «обладать». Почему медь используется для изготовления электрических проводов? Почему во многих приборах металлы можно заменить пластмассами? Благодаря чему некоторые виды пластмасс не изменяют своих свойств под действием высоких температур? Благодаря чему пластмассы устойчивы к деформациям? Благодаря чему каучуку можно придавать различную форму? Почему металлы при очень низких температурах проводят ток почти без потерь? Почему металлы нагреваются быстро? Спасибо за внимание! Будьте здоровы! До новых встреч!